И больше никаких психоинтернатов. Психиатрию ждет большая реформа. Одесская область готовится к кардинальным изменениям в системе психоневрологической помощи. Что же изменится, расскажет Юлия Федорова. Положить конец карательной психиатрии. Проект оптимизации системы совместно разрабатывают чиновники, врачи-психиатры и правозащитники. Все психоинтернаты, если переименовать просто в интернаты социального назначения, то тогда не нужно будет человека делать психически больным, чтобы по каким-то мотивам отправить в психоинтернат. И не надо делать его недееспособным. Правозащитник Татьяна Макарова уже 17 лет спасает людей, запертых в психиатрических больницах. Злоупотребление встречает на каждом шагу. Людей завозят, делают недееспособными. И люди пожизненно остаются в психоинтернатах. И их последний плацдарм – это кладбище. В закрытых стенах они проводят всю жизнь. Передозировки психотропными препаратами. Мошенничество, голод и насилие. Закрытые учреждения спрятаны вдали от города. Иногда их работу никто не контролирует годами. Такие психоинтернаты психоинтернатные фактически не должны существовать. Они должны быть в виде центров реабилитации, чтобы люди там пожизненно не находились ни в коем разе. Потому что у нас из этих интернатов фактически не выходил никто и никогда. Сейчас в Одесской области существует 10 домов-интернатов. В них находится 2000 пациентов. По словам правозащитников, 90% детей-сирот, попадая в закрытые лечебницы, уже никогда из них не выходят. Обычно пациентов официально признают недееспособными. Это дает право и врачам, и членам комиссии принимать их жалобы за бред сумасшедшего. Недееспособный человек, он вещь, он не может защищать себя. И когда отпадет вот это назначение недееспособность и психически больной, то тогда, если даже человека отправили в интернат и незаконно, то он может сам нанимать адвоката, бороться в этой теме. А так получается, недееспособный человек, он попадая в эту систему, у него точка невозврата. В результате реформы помощь людям с психическими расстройствами станет более действенной. А работу каждого мини-интерната проще будет контролировать. Огромное количество закрыто там людей, которые практически не должны там находиться. Присваивалось остатус недееспособности абсолютно здоровым людям. И постепенно, постепенно их закалывали психотропными препаратами, и люди превращались фактически в овощей. Сегодня в Украине в психоневрологических домах-интернатах живут десятки тысяч человек. Правозащитники уверены, одесская реформа в случае успеха продолжится и в других регионах страны.